В свои 8 лет солист вокальной студии «Олегра» Алексей Федин рассуждает на серьезные темы и исполняет военно-патриотические песни. Самый юный участник фестиваля посвятил композицию всем воинам, погибшим в локальных конфликтах, и ветеранам своими глазами, видевшим те страшные события. Вывод из Афганистана был огромной радостью для многих жен, матерей, детей, воинов. И все женщины молились, чтобы их сын остался в живых. У фестиваля солдатской песни богатая история. Его организаторами на протяжении 18 лет выступает городской союз старшеклассников «Статус». Свои творческие номера представили солисты и коллективы из семи школ города, дворца детского творчества и молодежного центра. В этом году фестиваль посвятили 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Наверняка, если бы несколько павших человек из нашего города их не было, может быть, до нас бы, возможно, и дошли бушмены, или же какие-то террористы. Все играет только мужество и храбрость. Сегодня в нашем городе живут порядка 85 свидетелей событий в Афганистане. Многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Союз ветеранов Афганистана и Чечни оказывает поддержку участникам боевых действий и семьям погибших. Главное направление работы – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы уходили из Афганистана с развернутыми боевыми флагами и знаменами. Это говорит о том, что 40-я армия выполнила ту задачу, которая была поставлена, с достоинством. Все исполнители отмечены грамотами лауреата фестиваля солдатской песни. Представители Союза ветеранов Афганистана и Чечни вручили участникам памятные подарки с символикой общественной организации. Дарья Цепорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.